Его такого ажиотажного какого-то ура-патриотизма. Давайте прочитаем первоисточники, правильно? Зачем куда-то далеко ходить? Вот Зеленский, да, вот видите? Его канал. Вот он, когда он нам это сказал? 4 числа в 20.40. Сегодня сранку была отрывала доповедь Александра Сырского Головком допови в самое счёду наших фронтовых позиций. Ну, позиции очень плохие, потому что село за селом Сирский сдаёт вместе с начальником штаба, этим танкистом ташкентским, правильно? С Павлюком, которого Министерство внутренних дел этих путинских гоблинов в Рошук проголосило, да? Вот, дякую, стейтесь к каждому нашему воину. Была доповедь Буданова. Володи ему всеми аспектами ситуации зараз. Какими аспектами и какой ситуации, Зеленский? Чем вы володеете? Расскажи. Что уже вы, как Буданов рассказывал, в мае прошлого года в Крым вошли или что? Что вы, что ты всё, вот это, вот это придумывание, постоянная какая-то фантазия. Какое впечатление, что собираются дети, инфантилы и начинают придумывать. Только, к сожалению, эти инфантилы при власти играют в войнушку, от которой уже погибли сотни раненых, сотни тысяч человек. Мы маем все памятать, что Россию можно только примусить и залишить Украину. Как ты её примусишь, Зеленский? Как ты её, конечно, надо её примусить, но кому? Дай Бог нашему теляте Зеленскому, Вовка съесть Путина. Ну как, теляте? Теляте может съесть, если у него ничего нету. Тебе ж Брель прямым текстом сейчас сказал. А говорит, две недели, если Запад не даёт денег и оружие Украине, через две недели Украина сдастся. Ну что ж, зачем же ты или сам не понимаешь, что ты говоришь? А если понимаешь, зачем же ты людей дуришь? Ну зачем дурить их? Вспокой. Не может Путин тебя вспокоить? И теперь, пока ты есть, тебя они в Рошу проголосили. Какой вспокой. И це буде. Почему оно буде? Как оно? Наша сила це зробить. Какая сила? Зеленский, опомнись. Сила нашу народу. Наша військова сила. Да нету силы уже. Нашей едности с Витом. Едности с Витом у нас нету. Глобальный юг полностью стоит на стороне Путина. 9 мая увидите. Дальше он говорит, да? Сила нашего народу. Наша військова с Витом. Сила партнеров. Нету никакой силы партнеров. Сила нашей дипломатии. Ну ладно. Дипломатия какая-то у нас есть. Я дякую всем. Команде нашей державы. В моей команде. У Зеленского команда все время меняется. Начинал он с одной командой. Потом он эту команду похоронил. Политически повыбрасывал. Помните? Гончарук был он с ним ходил. Ходил с этим самым, с приставика министром в иностранных дел. Был у него Разумков, глава Верховного Совета. Был Богдан, которого сейчас говорят в уголовный розыск. Был этот у него Дубинский был уважаемый человек. Этот самый Игорь Коломойский был ближайший его, так сказать, наставник. Уже никого нету. Кравчук того тоже нету. Леши этого, Алексея, как его там, Арестовича тоже нету. То есть я не могу. Где уже Данилова нету. Какая, Зеленский, какая у тебя команда? Ты хоть нам расскажи. Ермак, жена твоя. Была у него пресс-секретарь. Помните? Ее тоже нету. То есть опять неправду говорить. Ну неправда, неправда и неправда. Сила его команды. Слышите, дальше он говорит, команды партнеров, ну то такое все, бла-бла-бла. Кто цими днями уже працуешь, чем у Черни, мы все, уси краины, ну как уси краины, Зеленский, опомнись, яки ценуют життя досяглы дичь, но кто покупает сейчас больше всего российской нефти? Зеленский, не Индия случайно, а с Китаем. Газ кто покупает за дешево? Китай, правильно? Кто покупает, через кого нефть идет? Казахская. Через Россию Зеленский. Кто все у них, кто с ним работает? Казахстан такая, Алиев, Узбекистан, Зеленский, Туркменистан, Таджикистан. Это все кто такие, Зеленский, не знаешь, нет? Это все бывшие страны Советского Союза. Беларусь с кем работает? С тобой? По-моему, тебя, как он там назвал тебя, помнишь? Как он тебя там, Лукашенко, называл, не помнишь? Глобальный саммит миру, ведь, будучися, мая стать каким? Для кого успешным? Як бы его не намагали зервати? Так подожди, если за нас весь мир, то как же его зервать можно? А если ты неправду говоришь, так его точно не будет. Путин не хочет миру, он божевильный. Ну, может, он и божевильный, вполне возможно, что он садист, причем такой открытый. Но и что с толку от этого? Держава делает что-то, и каждый день его держава, чтобы это довести. Что довести? Что довести? Он даже не понимает, что он говорит Зеленский, понимаете? И чтобы подолать это зло, чтобы подолать войну, нам потребен максимально единственный свет. Дякую всем, кто бьется. Ну, дальше дякую идет. Дякую всем, кто бьется, працюет заради нашей державы, людей. Дякую всем, кто с Украиной. Дякую всем, кто действительно, вчасно, томительно поддерживает нас. Слава Украине. Вот вы послушали этот детский, так сказать, как его назвать, даже не знаю. Это детское излияние, речитатив, детский речитатив. Вы от этого почувствовали какую-то уверенность в завтрашнем дне? Вы почувствовали, что то, что он говорит, ну, даже не почувствовали, а подумали о том, что он говорит, этот Зеленский, что хоть какая-то там 5% правды, и что это может стать реальностью, а? Ну, я думаю, что умные люди, во всяком случае, кто меня смотрит, навряд ли. Поэтому меня и смотрят умные люди. Потому как другие, которые пить, курить и говорить начали одновременно, или просто брыхуны, или выполняют заказ, они все равно меня смотрят. Потому как видно по комментариям, но у них цель другая, понимаете? Ну, и потом вот это, что он говорит. Он даже не смог поздравить русичей, русов-украинцев, славян, христиан православных. В Украине их минимум 70%, христиан, может, больше даже. Сын, сегодня с христианским нашим самым большим праздником, с воскресением Христова, с Пасхой Христовой. Ну, и он что заявил? Бог знает, и мы верим у Бога на плечи, шеврон с украинским прапором. Ну. То ж с таким союзником життя точно переможе, с великоднем у всех. Но он говорит, Библия, а Евангелие здесь, Зеленский, дальше хоть написал, Христос воскрес, воистину воскрес, да. То есть, ему даже трудно выговорить, что есть Евангелие. Ему трудно выговорить и сослаться на Евангелие, он на Библию посылается. Но сегодня как раз праздник Евангелия, прихода Иисуса Христа, воскрешения Иисуса Христа. То есть, мы с вами видим, что ситуация, ну, я считаю, очень-очень, к сожалению, нехорошая. Мягко говоря, нехорошая. Надо говорить четко, что, по сути, все идет к тому, что последний вот этот вот почин Зеленского, Ермака, их команды с этим, так называемой, встречей в Швейцарии, в этом курортном городке, он может закончиться очень-очень плачевно. Очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского, потому что он уже, уже 20 мая, он уже нелегитимный вообще полностью президент. И это будет очень плохо для всех граждан Украины. Поэтому, ну, сейчас уже май начался, еще осталось 15 дней. В принципе, можно было бы, правда, еще все-таки сказать, Синдзепин, мы не будем ничего не придумывать, вот твоя формула мира, мы идем на нее. И все. И тогда Синдзепин вынужден будет стать нашим кем-проводником. Там глупости говорят, что он вот сейчас поедет с Макроном, его что-то будет уговаривать. О чем вы говорите? Что можно уговаривать? Макрон тогда должен Синдзепину перекрыть минимум 500 миллиардов долларов прибыли, которую сейчас, это минимум, я думаю, больше, я думаю, до триллиона, если сесть посчитать, которые Китай имеет сейчас от того, что Путин чрезвычайно в нем нуждается в Синдзепине. Может ему Франция это перекрыть? Нет, не может. А если не может, имел в виду он этого Макрона, потому что если он идет на Макрона, то он теряет Путина. А Путина он никак терять не может. Ну, никак ему невозможно потерять. Поэтому, да, он улыбнется, пообещает, все там скажет. Я говорю, да, давай будем торговать, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, все классно, давай Олимпиада, трали-вали, все нормально. Но речь будет одна. Никакого перемирия не будет на Олимпиаду. Как может Путин пойти на перемирие, на Олимпиаду? Тогда ему надо потерять все, что он сейчас приобрел. Можно пойти на перемирие, на заморозку конфликта, на прекращение военных действий сейчас. Да, тогда нормально будет. Путин будет себе делать, что он хочет. Украина будет делать, чтобы восстановить хоть то, что осталось, чтобы к зиме полностью не потерять все города, генерирующие мощности, тепло и электричество, чтобы чуть-чуть прийти в себя, выборы провести, власть поменять. Разве этого мало? Банкротом хоть чуть-чуть остановиться, чтобы выжить? Разве этого мало? Как думаете? Ну, давайте будем наблюдать. Ну, вот позиция Зеленского, Ермака, его партии военной.